Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Тема затронутая мною в паре-тройке роликов о том, как будет влиять вот эта вот иммиграционная ситуация, новые введения в иммиграционный кодекс, свод каких-то законов и постановлений об урегулировании деятельности в сфере обучения иностранных студентов в Австралии, вот эти вот ролики, они очень сильно дотронули вопрос семьи. Я думаю, что если абстрагироваться от того, кто виноват и что делать, а поразмышлять, что движет австралийским законодателем, я думаю, что австралийский законодатель хочет вернуться к системе, когда как можно меньше будет людей, которые просто балластом находятся в Австралии. Не относите это в основном к себе, потому что так называемый русский рынок русскоговорящий, это жалкие доли процента, которые вообще не замечены австралийским обывателям и австралийским правительством. Я думаю, что большие толпы людей, которые не выглядят как австралийцы, ни внешне, ни в одежде, ни в культуре, ни в привычках, ни в поведении, ни даже в языке, они многие не говорят по-английски. Эти толпы людей, они напрягают. Вот. Единственный способ избавиться от этого, либо заставить всех учиться, ну, кроме детей, либо, чтобы люди приезжали на обучение без членов семей, ну, такое было, допустим, для тех, кто приезжал учиться на курсы английского языка, предположим, до года. Вот. И мы к этому достаточно привыкли в свое время. Либо сделать так, чтобы эти люди не напрягали общество. Ну, по крайней мере, будут требования, как сейчас требования, чтобы были шестерки английский язык по шкале IELTS. И я думаю, что это плавно перейдет к семеркам. Эти люди уже не будут напрягать общество. Эти люди уже не будут балластом. Они будут иметь возможность и работать, и легче учиться. То есть, с этими людьми будет легче обращаться. Они будут предсказуемы, они будут лучше, чем те, которые приезжают сейчас. В действительности, людям для поездки в Австралию придется готовиться. Если ваш супруг или ваша супруга не говорят по-английски, шансов остаться у вас будет очень мало. Фактически, вы будете просто жить здесь, получать образование, тратить свои деньги, меньше зарабатывать, больше тратить, и вы будете полезны. Но в действительности, эмиграции у вас не будет. А если же вы оба будете говорить хорошо по-английски, если еще к тому же оба будете учиться, соответственно, вы не будете в напряг общество. Это государство, эта страна получит от вас деньги. Налогоплательщик не будет обременен, и даже с его плеч какая-то нагрузка сойдет. Соответственно, вы будете лучшим контингентом, и вот на это все направлено. Что касается последствий этого, предполагается, что семейные ценности для человека превыше всего, выше, чем что-либо другое. Само общество сейчас изменило какие-то приоритеты, и семейные ценности далеко не всегда, как видно, являются приоритетными. Соответственно, из-за этого, даже до введения этих мер, до того, как анонсировали вообще эти ноябрьские изменения, которые вполне возможно не вступят в силу, уже до этого наблюдалось очень много трений, потому что все-таки это стресс переезд в другую страну, и все-таки под действием стресса многие невидимые трещины, они появляются, и сосуд разваливается, сосуд семейной жизни. Соответственно, это больший стресс теперь будет на семье, и если семьи с гандикапом, то есть партнер или партнерша, супруг, супруга не способны говорить по-английски хорошо, не имеет нужной квалификации, соответственно, является веригами на ногах у человека, который учится, естественно, у этого человека будет намного меньше шансов остаться, вообще у семьи как структурной единицы. И либо эти люди не будут приезжать, что в конце концов и произойдет через некоторое время, либо эти люди будут приезжать только для целей обучения, но не иммиграции. Я думаю, что к этому надо отнестись холодно, к этому надо отнестись и принять как должное. Я не думаю, что в этой анонсированной форме такое законодательство будет принято, но это для нас звоночек, что государство будет двигаться в этом направлении. Государству нужны молодые, амбициозные, не обремененные семьей люди или семьей, которая, в общем-то, не в напряг этому государству. Нравится это нам или нет, это другое дело. Я вас буду держать в курсе событий. Я очень прошу, чтобы вы задавали свои вопросы Алексею Чехунову и, соответственно, получали какой-то фидбэк. А вместе мы будем какую-то дорожную карту для вас разрабатывать. И я думаю, что каждый человек может здесь оказаться. Вопрос, готов ли он чем-то ради этого пожертвовать. И всегда ли эта жертва оправдана. Спасибо.